Всем привет! Это FreeStudio21.com. Продолжаем говорить о глаголе can. И сегодня на повестке дня у нас другие его роли и личины. Дело в том, что can может означать не только способность и не только возможность. У него, оказывается, есть еще и другие роли. Сейчас вы увидите, что он еще может выражать и в каких ситуациях. Я опять нарисую табличку. Так, и сейчас я ее постараюсь как-то красиво, чтобы... Вечно она у меня какая-то кривая. О, красота! Итак, здесь что он выражает? Далее. Как он это выражает в настоящем времени или в будущем? Present, future. Как вы увидите, present и future для can это почти одно и то же. И как он это выражает в прошедшем времени? Итак, поехали. Самое... Ну, наверное, я начну с традиционного его значения. Я думаю, ничего нового я вам не открою, если скажу, что can может выражать возможность. Это мы и как бы и раньше все знали. Возможность и вероятность. И вот когда речь идет о вероятности, настает самое интересное. Дело в том, что вероятность бывает разная. Одно дело, если это вероятность стопроцентная, другое дело, если это вероятность 50-50 или 30%. Оказывается, какая вероятность такой и глагол. Итак, возьмем самая вероятность стопроцентов. Я так и буду писать. Вероятность. Стопроцентная вероятность. Это can. I can do it. Если я говорю такую фразу, это значит сто процентов я это сделаю. Если же у меня вероятность 50-50, как говорится, то есть 50 на 50, и не факт, что я это сделаю, возможно, и не сделаю, то это будет звучать так. He could... Обратите внимание, could стоит в настоящем времени. Все нормально, так и должно быть. He could be a brother. Возможно, он ее брат. То есть я на 50% уверена, что он ее брат, но, возможно, он и не ее брат. Далее. В прошлом стопроцентной вероятности, как ни странно, никак не будет ничего. А вот если у меня вероятность 50 на 50, если я высказываю некоторую неуверенность, то это будет выглядеть так. Сейчас я какой-нибудь пример такой приведу. Так, ну, с братом, наверное, так не получится. Хотя, ну, ладно, я возьму другой пример. They, допустим, could have... Смотрите, что происходит. Won the game. Они могли бы выиграть в этой игре. Что мы имеем? Мы имеем код. Мы имеем перфектный инфинитив. Кто не знает, что такое перфектный инфинитив, смотрите мой плейлист об инфинитивах. Здесь мы имели could, но мы имели самый обычный, present инфинитив. Тут проблем никаких не возникало. Так вот, если у вас could в настоящем времени, но у вас стоит обычный инфинитив, знайте, что речь идет о настоящем или будущем времени. Если же у вас перфектный инфинитив, речь идет о предположениях касательно прошедшего времени. Не запутайтесь. Едем дальше. Следующее. Что может еще выражать can или его? Второе его я – это could. Это... Сейчас я возьму другой цвет какой-нибудь. Уже надоело, все желтое. Это предположение. Спрашивается, какая разница между вероятностью и предположением. Разница есть, сейчас увидите. Предположение. Чтобы вам было понятно, о чем идет речь, это, например, такое. Я уверена, что... И дальше там, в чем я именно уверена. Я уверена, что он этого не делал. Допустим, такая фраза. Это звучит так. They... Ну, сейчас... О, самый хрестоматийный пример, я его очень люблю. They can't be his relatives. Они не могут быть его родственниками. Тут ничего такого странного. Вы могли бы сказать, ну, не могут. Ну, и что? Ну, can стоит. Ну, что тут такого? Но дело в том, что если мы начнем предполагать, что это can означает у нас могут... Ну, как это они могут? Скорее всего, что я уверена, что они не могут. Поэтому здесь can невозможно считать там способностью или возможностью. Ну, как это иметь способность быть родственниками? Ерунда какая-то. Поэтому здесь предположение. Далее. Здесь может быть предположение и другого рода. Опять же, если я уверена на 100%, то это can. А если я уверена, процентов так на 40 или на 50, то это будет could. Например, такое. His dad couldn't be at home. Вот, пожалуйста. Его отец не может быть дома. Не мог бы быть дома. Не смущайтесь тем, что здесь стоит код. И не спешите его переводить прошедшим временем. Переводите настоящим. Ничего страшного в этом нет. В русском языке это не столь важно. Но в английском языке, если вы видите вот такое дело, смело будьте уверены, что речь идет о предположениях и о гипотезах. Это не прошедшее время. Это настоящее. Далее. Что касается past. Могу ли я предположения высказывать касательно прошедшего времени? Да, могу. И сейчас вы увидите очень интересную структуру. Допустим, такое. She. Сейчас я что-нибудь сочиню. Can't. Have done this. Have done. Such. Such a bad thing. Она не могла сделать такую ужасную вещь. Обратите внимание, что у нас есть. У нас can стоит. В прошедшем времени. Все нормально. Я не сделала ошибки. Так и должно быть. А дальше у нас опять перфектный инфинитив. Поэтому здесь, на прошедшее время, показывают перфектный инфинитив. Когда вы видите can, не ведитесь, пожалуйста. Это еще не факт, что у вас настоящее или будущее время. Посмотрите на инфинитив. Инфинитив показывает вам время. Если инфинитив у вас в настоящем времени, present infinitive, это настоящее или будущее время. Если же у вас инфинитив перфектный, это прошедшее время. Даже несмотря на то, что здесь у вас стоит can. Пусть себе стоит на здоровье. Все равно это прошедшее время. Едем дальше. Едем дальше. Так, сейчас я как-то это отрисую. Вот. Едем дальше. Дальше can еще. И это вы точно знаете. Еще и со школы, наверное. Can может означать просьбы. Он употребляется в просьбах, просьба, разрешение, когда я что-то разрешаю кому-то. Ну и там, где разрешение, там и запрет, естественно. Потому что запрет – это разрешение с отрицанием, скажем так. Позволение какое-нибудь. Ну, короче говоря, речь идет о просьбах и ответах на просьбы. Итак, самое известное, что вы можете встретить – can I come in? Can I come in? Могу ли я войти? Can I come in – это достаточно неформальный вопрос. Это неформальный стиль. Если формально, то это could. Значит, вот это неформально. Неформально. Если это очень вежливо, то это будет could I. Could I come in? Вряд ли вы встретите такого рода вежливость. Но это формально и вежливо. Имейте это в виду. Could вообще означает вежливые всякие просьбы, вопросы и так далее и тому подобное. Формально и вежливо. Вежливо. Если вам нужно вежливо чего-то попросить, ставьте could. Если вы общаетесь с друзьями и просто хотите спросить можно-нельзя, ставьте can. Это нормально. Далее, что еще может быть? Дело в том, что у can и could, если речь идет о просьбах, есть синоним. И этот синоним, сейчас я его как-то выделю, не знаю, как его выделить, значит, равно… Нет, не здесь, наверное. Лучше здесь написать. Это allowed to. Вот такой. Тут be еще стоит. Be allowed to. Значит, например, такая фраза у вас может быть. You… Ой, не то написано. You can't smoke here. Здесь курить нельзя. Это достаточно неформально. Это неформально. Это так. Прекратите, мол, курить здесь. Это не допускается. Но если вы хотите сказать это более-менее формально, вы не можете сказать could, потому что это не вопрос. Вам нужно сказать так. You are not allowed… Да, да, да. Вот так длинно. To smoke here. Это абсолютно нормально. Здесь запрещено курить. Вот так это будет переводиться. Так, сейчас я это как-то обведу. Оно какое-то большое получилось. Например, кстати, если это, если речь идет о настоящем времени. Что же в прошедшем времени происходит? Могу ли я там поставить could? Конечно, могу. И здесь возникает такая дилемма. А, собственно, к какому времени относится тогда мой вопрос? Could I come in? Но дело в том, что в прошедшем времени, какой смысл спрашивать разрешение в прошедшем времени? Это как-то странно. Поэтому, если вы встречаете, по всей видимости, речь идет не о просьбах, а о запретах и разрешениях. He, допустим, wasn't allowed. Так, чтобы такое сказать? To wear jeans at work. Ему не разрешали носить джинсы на работу. Если я не хочу употреблять такую анаконтную фразу, больно длинно, я могу сказать He couldn't wear jeans at work. Короче, все то же самое, только вместо allowed to я поставила couldn't jeans at work. Не забывайте, что после can и could не ставится to. Это уже излишне напоминать, но тем не менее, все-таки иногда люди ошибаются, ставят, а потом удивляются, почему это так дико выглядит. И еще. Can может и could означать еще одну вещь, о которой очень мало говорится, но о ней нужно помнить. Он может выражать упрек или критику. Упреки, критика, претензии, вежливые претензии достаточно. Это так, это тонкий способ опустить кого-то ниже плинтуса, скажем так. Итак, например, такая фраза у вас может быть. Я могу сказать так. Так, you, это я встречала в какой-то книге, мне очень понравилось. Could at least, at least tell me about it, about it. Если вы встречаете вот такую вот фразу, заметьте, could у вас стоит в утвердительном предложении и в настоящем времени. Все нормально, так и должно быть. Если у вас вот такая структура, знайте, речь идет о критике. Я вежливо высказываю кому-то претензии. Ты мог бы мне и сказать об этом. Ты мог бы и сказать. И несмотря на то, что я перевожу could прошедшим временем, дело относится к настоящему времени. Ты мог бы мне и сказать об этом, но не сказал или не говоришь об этом. Знайте, помните об этом случае, этот случай очень важный. Они люди вежливые, стараются выражать свои претензии вежливо. И поэтому очень часто такое вот можно встретить. То же самое в прошедшем времени. И как вы сами, наверное, догадываетесь, что здесь будет все то же самое, только с перфектным инфинитивом. You could have told me. Я уже at least не хочу писать. Told me about it yesterday, допустим. About it yesterday. То есть ты мог бы вчера мне и рассказать об этом, но не рассказал, по всей видимости. Это вежливый упрек в прошедшем времени. И если у вас голова кругом еще от всего этого не идет, то пройдемся еще раз. И я еще раз все напомню сначала. Возможность, вероятность. Раз. Прошедшее время. Настоящее время. Не смущайтесь, что у вас стоит could. Все нормально. Could может стоять. Главное, обращайте внимание на инфинитив. Ибо на время вам показывает сейчас инфинитив, а не время вашего модального глагола. Далее, предположения. Это очень часто. Просьбы, разрешения. Это, я думаю, все знают. И упреки и критика. Это тоже может выражаться при помощи can и could. Как видите, can и could – невероятно многогранный глагол, чего он только не выражает. Если у вас возникли вопросы, если после этого видео у вас больше вопросов, чем ответов, пишите их в комментариях. Постараюсь на все ответить. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.